ТЕХ, КОГО ВОЛНУЕТ СУДЬБА УЛИТКИ, СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВИДЕО. ДОБРОЕ УТРО. И ВАМ, ПТИЧКИ, ДОБРОЕ УТРО. ЧО ЗА СОБРАНИЯ? КАКА ПОВЕСТКА ДНЯ? СИДЯТ, ПЕРЕГОВАРИВАЮТСЯ. Ну, ЧТО, ХМУРЕНЬКОЙ ОПЯТЬ ДЕНЬ? ХМУРЕНЬКОЙ. ТЕПЛА ПОКА, МОИ ХОРОШИЕ, НЕ ОЖИДАЕТСЯ. К ВЫХОДНЫМ ЕЩЁ ДАЖЕ ХОЛОДНЕЕ БУДЕТ. И, ВОБЩЕМ-ТО, КАК-ТО ДО КОНЦА МАРТА НЕ ОЖИДАЕТСЯ ТЕПЛА. ВИДИМО, И ПЕРСИКИ НЕ ЗАЦВЕТУТ В МАРТЕ. ХОТЯ В МАРТЕ ОБЫЧНО ЦВЕТУТ, НО ТУТ ЧТО-ТО ПРЯМ, ЧТО-ТО НЕ ПОХОЖЕ. ОЙ, ЛАДА. НЕДУ ПРОСУПАТЬСЯ, Я ИТАК ДО ВОСЬМИ ПРОСПАЛА. МАСЯ ЖДЁТ, КОРМЁЖКИ, СИДИТ ОКОЛО МИСКИ, СУКАРИЗНЫЕ НА МЕНЯ СМОТРЯТ. ПОЙДУ КОРМИТЬ. С МОИМИ ПОЕЗДКАМИ ЗИМНИМИ СОБРАЛАСЬ КРАСИТЬ СОВУ. ПОШЛА ИСКАТЬ КРАСКУ БЕЛУЮ. А Я ЕЁ ЗАБЫЛА НА КРЫЛЬЦЕ, БЫЛИ МОРОЗЫ, И ВОТ ЧТО С НЕЙ СТАЛО. МАЛО ТОГО, И КЛЕЙ ПВА ВОО ЧТО ПРЕВРАТИЛСЯ. ТЕПЕРЬ НАДО, ПВАТУ У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ, А КРАСКУ НАДО ПОКУПАТЬ. ЗАСТОПРИЛАСЬ РАБОТА. ВОТ ПОСМОТРИТЕ, ВОТ ВРОДИ БЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛО. НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЛОД СОБАЧИЙ. ВОТ ТАКОЕ ВОТ НЕБО. ОПЯТЬ ДОЖДИК НАЧИНАЕТСЯ. ВЕТЕР ЛЕДЯНОЙ. Я СЕСС КОВЫРЯЛАСЬ СЦЕМЕНТОМ НА УЛИЦЕ. ПРОСТО ВОТ ВСЁ УЖЕ ОКОЛЕЛА. ПОЙДУ ДОМОЙ. А ХОТЕЛА ЕЩЕ ПОУБИРАТЬ У МЕНЯ ЕЩЕ ТУТ. НЕ ТУЖ, ПОЙДУ Я ДОМОЙ ГРЕТЬСЯ. ПОСТАВИЛА ГРУЗ, ГНЁТ. НЕ ЗНАЮ, ЧЕ ОПОЛУЧИТСЯ. ПОЛУЧИТСЯ, ПОКАЖУ ВАМ. НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВЫБРОШУ. МОИ ДОРОГИЕ, НЕ ЗАВИДУЙТЕ. ПОГОДА УЖАСНО НЕСТАБИЛЬНАЯ. БЕЛЬЁ НАСТИРАЛА И ВИСИТ МОКРОЕ ВСЁ. НЕ СОХНЕТ. ОПЯТЬ ДОЖТИК. Ну, а я вот прям с утра сегодня переделала. Из двух украшений сделала одно. Так, почему я сделала? Вот эти бусины, вот эти, вот эти, вот эти вот. Это от украшения фирмы Эйвен. Просто у меня оказалось два таких украшения. Я люблю винтаж, но не до такой же степени. Вот. А вот это украшение тоже винтаж. Но я купила это украшение, и видите, вот там были белые, чёрные, серые бусины. Видите, серые потёрлись. Может, они такие и были изначально, но смотрятся они потёртыми. А чёрные и белые в идеальном состоянии. Вот. А без серых это украшение было бы слишком чёрно-белым и коротким. Поэтому я взяла два украшения, сделала одно. Девчонки, напишите, как. Как вам? Не знаю. Это пластик, но я тут добавила вот кварц. Потому что у меня не хватало. Это кварц я добавила. Ну, в общем, вот такое вот украшение получилось. Сейчас я на манекене покажу. Вот такое оно получилось. Уж извините, я ничего с того убирать не стала, потому что работаю. Вот. Но, конечно, на человеке он будет где-то, наверное, вот так. Ой. Вот. Вот. И сейчас сижу, делаю серьги с колечками. Ну, я же просто так сидеть не могу. Вот. Собрала, наконец-то, Кристинева дивановой денюжки. Но проблема у меня. Надо сейчас посмотреть по комментариям. Может, она написала мне ещё раз адрес свой. Так. Девочки, сделала ещё вот такой шар. Вот видите тут вышивка шиша. Индийская. Вот он такой розово-бордовый. Очень мне пригодились вот эти здоровые концевики. и камушки тут. Тяжёленькие. Так что такой шар получился. Вот они там. Зеркала. Весна-то всё равно не за горами, девчонки. Ну, вот. Что же я? Зря листочек Станюшкиного букета отправляла отправляла в посылки. Вот он поломался, правда. Хочу сделать такой, не знаю, медальон. Как его назвать? Ну, правда, большеват для медальона. Ну, куда-нибудь пристрою. Холодно сегодня. Ужасно. Ну, что, доделала я серьги. Не знаю, вот сейчас мне хочется делать серьги такие вот современные, наверное, для более молодых женщин. Ну, это сейчас. Вот. Я закрываю колечками вот эти места соединений. Очень стильненько получается. Но они, конечно, длинные, девочки. Не короткие. это камни натуральные, это кварц. А это вот я даже не помню, как они называются. Подскажите мне, пожалуйста, не знаю, ларимар или как-то. Забыл. Вот такие серьги у меня получились. Ну, что ты не фокусируешься так? Фокус сходит с ума. Даже на улице выходить не хочется. И такую погоду грозятся прям до конца марта. Не радует. Третий день сохнет. Никак не высохнет. Надо занести домой, да распустить уже его чего. самое главное, что я эти топотушки вяжу только зимой. Если прошлую зиму я вязала немножко, за эту зиму я связала одну пару и то отправила маме, но мама поносить ее не успела. Ну, ладно, распущу. Бог даст так. Свяжем еще. А нет, так что? На нет, а сюда нет. мои хорошие. Сейчас сидела, сидела, ковырялась и думаю, батюшки мой, я же хотела вам про улитку рассказать. Уже прошло столько времени и что-то у меня выпало из головы. Короче говоря, улитку, которую мне подарила Ирина, я ее привезла и тут обдумывала, как мне ее устроить на улице, когда будет тепло, так, чтобы она не сбежала, чтобы ее мазька не съел. Прям думала, уже хотела купить, думаю, аквариум, что ли, купить ее, поселить. И тут вспомнила, газ выключить надо. И тут прибегает ко мне мой приятель. Есть у меня такой приятель очень хороший. Мы с ним познакомились года три или четыре назад, я уже не помню. Он тогда совсем был такой мальчишечка прям. Он ровесник моему Егорке. То есть ему в этом году будет двенадцать лет. Мы с ним прям вот очень хорошо общались одно время. дом мальчик растет у него свои дела. Но он такой умный, такой самостоятельный. Живет он с мамой, живут они тяжело. Я ему помогала несколько раз. там. И в общем у нас очень хорошие с ним отношения. Но последнее время мы с ним встречаемся только на остановке практически. ну потому что идти до него далеко. Вот. Но я к нему ходила раньше несколько раз. Вот. И у него в аквариуме живут обычные вот эти виноградные улитки, которых у нас миллион тут. Вот. Богомолы у него там. В общем он такой я все Егорке его в пример ставила. Я говорю Егор, вот вы настолько дети избалованные деньгами, подарками, шмотками, возможностями, да, ездить за границу, отдыхать там. Захотел самокат на тебе, самокат захотел то на тебе, то. Я говорю смотри какой мальчишка. Вот когда я считаю что когда у ребенка нет вот такого вот изобилия, да, у него есть стимул, ну если он умный конечно человечек, вот, есть стимул учиться, стремиться. А я говорю а вы такие инфантильные наверное до 40 лет будете. Вот. Ну в общем хороший парень такой. И тут значит проходит что-то вот несколько дней звонят мне в калитку а так-то ко мне без звонка же никто не является думаю батюшка кто там открываю калитку ребенок глаза вот такие весь весь прям вот такой вот бабушка Люба покажи улитку я смотрел твое видео я говорю ты че мои видео смотришь он говорит ну не всегда но иногда смотрю а тут я увидел она денег стоит мама мне такую купить не может мне взять негде дай мне хоть посмотреть ну я ему конечно показала он весь вот это он ее так разглядывал потом поднимаете поднимает лицо а у него в глазах девчонки я даже не знаю вот как это описать скорбь всего мира я не могу я прям где сейчас он мне говорит бабушка Люба продай мне ее пожалуйста я так хочу такую улитку я че я так растрогалась я говорю и за сколько же ты готов ее купить он говорит у меня есть 120 рублей я говорю знаешь что мой дорогой давай-ка я сегодня позвоню Ире которая мне ее подарила я с ней поговорю если она разрешит я тебе ее подарю потому что тебе-то она конечно гораздо нужнее и интереснее я говорю а я очень переживаю что Коба господи Коба вспомнила что Мася ее сожрет потому что Мася такой интерес к ней проявлял прям ну просто ну что я позвонила Ире объяснила ей ситуацию Ира человек добрый очень она сказала конечно но че раз такой ребенок ну вот на следующий день идет с таким видом как на казнь я ему выношу улитку в этой емкости мел весь вот этот который мне Ира дала там то что нужно ей чтобы панцирь у нее крепкий был у него такое счастье было в глазах знаете что он мне сказал ты такая клевая бабушка и побежал домой так что вот такая судьба у улитки и причем я вот понимаете я вот зная его я знаю как он ко всему вот этому относится я уверена что она у него будет жить долго и счастливо настолько ответственный ребенок умница такой ну вообще так что я ни капли не жалею я очень рада за него так что вот такой у меня есть друг я на него все время смотрю вспоминаю Егорку как там Егорка ну че как там все хорошо у Егорки конечно просто я по нему очень скучаю по нему и по Кире просто Кирочка конечно она в Болгарии живет с трех лет и видела я ее редко раз в год где-то а с Егоркой то мы прям связанные одной цепью скованной так что вот так вот а я что-то с этими делами вся и забыла а давно хотела вам рассказать и все никак ну сегодня никакого заката не будет там где-то что-то чуть-чуть просвечивает сквозь облака ну вот целый день такая погода ну ладно что делать то что же делать дожди нужны потом летом дождя не дождешься так что вот так ну холодно сегодня холодно ветрищ такой неприятный ну ладно мои дорогие давайте всем хорошего вечера спокойной ночи пусть все у вас будет хорошо всем хочу пожелать ближ прям чтобы уже прям ближайшее время была весна и тепло а тем более тут когда вот такие дни бывают теплые обалденные прям а потом опять вот это ой ладно мои дорогие давайте не болейте самое главное берегите себя а это все пройдет ну и пока пока мои дорогие пока холодно я в кофте выскочил холодно пока Субтитры подогнал «Симон»